МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сохранить здоровье помогают полноценный сон, правильное питание и активный образ жизни. Идеален для волейбола, баскетбола и мини-футбола. В детско-юношеском центре «Лидер» после ремонта открылся обновленный спортивный зал. Средства на модернизацию выделили недропользователи компании «Башнефт Полюс». Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Никешина. Здравствуйте. Авиационный инцидент в аэропорту Наринмара, ДТП со смертельным исходом, участки для многодетных семей и ввод в эксплуатацию нового томографа. Эти и другие темы сегодня обсудили на традиционном совещании при губернаторе. Особое внимание участники заседания уделили переселению граждан из аварийного и ветхого жилфонда. Так, в ближайшие три года Ненецкий округ планирует приобрести 33 тысячи квадратных метров. Это более 700 новых квартир. Речь идет не только о столице региона. Обо всем подробнее в материале выпуска. Совещания при губернаторе в подобном формате снова станут традиционными, заявил Александр Цибульский. Обсуждать текущие дела и строить планы руководителей профильных ведомств и учреждений будут раз в месяц. Что касается докладов сегодняшних, то одним из первых выступил начальник регионального управления МЧС. Главная новость. Инцидент в аэропорту Наринмара в минувшую пятницу Ил-18 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Вероятная причина – отказ тормозной системы. По словам Виктора Ивкина, на борту находился лишь экипаж, никто не пострадал. Северо-западная транспортная прокуратура уже начала проверку по факту происшествия. Следующая тема – ДТП на улице Юбилейной. Авария произошла еще в прошлый вторник. Тогда автомобиль сбил пожилую женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. В связи с участившимися случаями ДТП с пешеходами Александр Цибульский поручил своим подчиненным рассмотреть возможность модернизировать систему освещения на дорогах Наринмара и поселка Искателей. Надо вам на следующий год посмотреть какую-то программу по освещению пешеходных переходов. У нас действительно, вот так ездишь на машине, иногда просто не видно людей, которые идут по обочине или подходят к пешеходному переходу. Есть сейчас много технологий точечного прямого света, когда освещается именно территория пешеходного перехода. И она становится таким самым по себе уже объектом внимания для водителей. Поэтому надо в следующем году вместе с Олегом Коновичем, Олегом Евгеньевичем посмотреть основные пешеходные переходы, обязательно осветить. Не обошлось сегодня и без критики. Александр Цибульский остался крайне недоволен деятельностью своего первого заместителя. Речь идет о реализации проекта «Народный контроль». В регионе его запустили уже давно, однако работает система неэффективна. Обращения граждан рассматриваются долго, а порой и вовсе остаются без ответа. С нами проведена определенная работа для нормативного закрепления ответственности органов власти и должностных лиц за работу в системе. Подготовлен проект постановления администрации, в соответствии с которым будут носиться изменения в положении об органах власти. Вот вы меня не хотите услышать в этом, у меня чуть больше опыта вот именно в этом направлении, чем у вас. Я видел, как это внедрялось в других субъектах. Это работает только там, где выделена отдельная диспетчерская служба и люди, которые этим занимаются. Только путем нормативного закрепления людям дополнительных обязательств, дополнительно ввести систему народного контроля, это работать не будет. Я много раз вам говорил, это обратная связь с населением. Самая простая, самая быстрая, самая оперативная с точки зрения реагирования на нее. Мы можем написать еще 200 регламентов, инструкций, кто как должен делать, начать всех наказывать. Но люди справедливо вам будут говорить, что у них есть другие обязанности, которые прописаны в их регламентах. Я не оставлю вас, это не рассосется, само собой. Это приоритет номер один. Это быстрая связь и обратная связь с нашими жителями. Следующий вопрос, который рассмотрели на совещании, переселение граждан из авариного и ветхого жилья. Глава региона напомнил, задача является приоритетной. Так, руководитель профильного департамента Александр Лидер сообщил, до 2021 года администрация округа приобретет собственность более 700 новых квартир. В дальнейшем они будут переданы тем, кто нуждается сегодня в улучшении жилищных условий. В городе Наринмар это 560 квартир, в Искателях 132 квартиры. Также уже проведены конкурсы на покупку квартир в поселке Красном, это 9 квартир. В Несе одна квартира, Оксино 4 квартиры, Коткино 4 квартиры, Тельвиско 24 квартиры и поселок Искателя 16 квартир. Работать, чтобы человек на сайте понимал, что он вот в этом доме, в этом подъезде, на этом этаже получит квартиру и следил, как строится дом там. Это будет совершенно другая ответственность. Люди будут ходить, следить, смотреть и нам с вами в том числе говорить о тех недостатках, которые могут возникать в процессе строительства. Поинтересовался губернатор и о ходе работ по подготовке бесплатных земельных участков для многодетных семей. Что у нас с участками для многодетных семей? С отсыпкой. Да, отсыпают. Уже отсыпано 15 тысяч кубов. Из скольки? Из 400. Но контракт двухгодичный, окончание в 2019 году. А какие перспективы, если они в этом году отсыпали 15, почему они не отсыпали? Александр Натальевич, они сильно очень нарастили темпы. Буквально еще две недели назад было отсыпано 8. То есть они за две недели практически удвоили и темп достаточно серьезный взяли. Надеюсь, что они нарастят еще темп. Немало вопросов у главы региона сегодня возникло и к руководителю департамента финансов и экономики. Выступая с докладом, Татьяна Лагвиненко заявила, в субъекте успешно реализуется программа по поддержке местных предпринимателей. Объемы финансирования с каждым годом растут, а это значит, что коммерсантов в округе становится все больше. В этом году разыграно грантов на 8,9 миллиона рублей. Это 15 новых стартапов запущено в жизнь. На сумму 5,4 миллиона рублей 9 предпринимателей смогли модернизировать производство. Впрочем, цифры, представленные в докладе Александра Цибульского, не вдохновили. Вы рассказываете нам в течение уже года о том, что мы выдаем гранты успешно, довольно большой объем. Мы провели анализ предприятий, которые достигают целевых показателей, которые заявляют в документах на предоставление грантов. Но 90% предприятий не достигают или вообще приводят к банкротству. Мне кажется, что это говорит, ну кроме того, там есть большое количество людей, которые не являются начинающими предпринимателями, по сути, там регистрируют фирму двойник и через нее получают грант. Значит, это все говорит о том, что Центр развития бизнеса недостаточно эффективно выполняет эту работу. Хорошая новость для всех жителей региона. В Ненецкой окружной больнице установили новый томограф. Сейчас его настраивают приезжие специалисты. Жизненно необходимый аппарат заработает в начале декабря. Сегодня же стало известно. Не исключено, что через несколько лет в Наринмаре появится собственный магнитно-резонансный томограф, сокращенно МРТ. Теперь, мне кажется, надо определиться, нужен ли нам МРТ, магнитно-резонансный томограф. Мне кажется, он нужен. Мы можем с точки зрения экономики говорить, конечно, что дешевле нам людей направлять на обследование в Архангельске. Но вот за то время, пока я провел, я понимаю, что большинство людей, которым выписывается предписание за свой счет слетать в Архангельск и сделать обследование на МРТ, туда не летят. И потом мы, к сожалению, выявляем проблему уже на той стадии, когда она трудно решаема или не решаема, прости господи, вообще. Руководитель профильного департамента Сергей Свиридов доложил, МРТ будет, однако сейчас существует проблема. Отсутствует специализированное помещение. Оно предусмотрено в пристройке к главному корпусу окружной больницы. Вот только когда начнется ее возведение, пока не ясно. Олег Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Актуальные вопросы педиатрии в арктической зоне обсуждали представители медицинского сообщества НАУ и эксперты Северного государственного медицинского университета Минздрава России. В частности, речь шла о питании детей в образовательных организациях, вегетососудистой дистонии и профилактике социально значимых заболеваний. Научно-образовательная конференция для медицинских работников НАУ началась с доклада на тему аудит здоровья детей и взрослых как способ выявления и профилактики социально значимых заболеваний. Проректор по научно-инновационной работе, заведующая кафедрой педиатрии СГМУ, доктор медицинских наук и профессор Светлана Малявская рассказала о том, какие заболевания наиболее часто встречаются у жителей северных регионов, в частности у детей. У детей сухая кожа, гиповитаминозы, в углах заеды, локти сухие. Еще что обращает внимание, это у всех, чтобы вы не подумали, что это ваша, допустим, визитная карточка, мы, естественно, обращаем на это внимание нарушение осанки. Подавляющее количество детей имеет нарушение осанки, сколиоз, то есть есть очень хорошо держат спину только те, кто много времени посвящает спорту, и спорт существует, занимает достаточно большую часть их жизни. Среди заболеваний, которые характерны для детей, проживающих на севере, вегетососудистая дистония. Это функциональное заболевание, которое охватывает нарушение регуляции практически всех органов и систем. Чаще всего это затрагивает сердце и сосуды. О том, как лечить это заболевание и какие меры профилактики существуют, рассказал доцентр кафедры педиатрии СГМУ Леонид Зубов. Проблема, она обостряется и социальными факторами, бытовыми факторами. То есть, если мы говорим, что малоподвижный образ жизни, он более характерен. Это долгое сидение, как днем, так и ночью, у компьютера или у планшета. Это изменился характер питания. Много чего изменилось. Даже учебные нагрузки, они стали другими. И это все, особенно растущий организм, определенную такую нагрузку вызывает. И сбой регуляции, он очень легко возникает. И я буду говорить, казалось бы, о простых проблемах, как это профилактировать. То есть, это в основе лечения, это здоровый образ жизни. Это правильный сон, количество и качество сна. Правильное питание, физические нагрузки, режим дня. Тему здорового питания на конференции продолжила доктор медицинских наук, профессор кафедры гигиены и медицинской экологии СГМУ Галина Дегтева. Она представила свои исследования по питанию детей в образовательных организациях округа. На сегодняшний день нормативы питания для школ всех регионов России одинаковые. Но, по мнению ученого, для детей Арктики они должны отличаться и учитывать особенности климата и традиционной кухни на Севере. Мы рассмотрели питание северян, мы проанкетировали детишек, узнали их приоритеты, пристрастия, к чему именно они тяготеют. И наша задача была еще поставлена на этническую составляющую, потому что даже на Севере надо смотреть. Этнос питается особо, особенно в дальних, крайних точках, приближенных точках. Совсем питание другое. И не надо уходить от традиционного питания. Это очень важно. И главное надо сказать, что на Севере не надо много углеводов. Все-таки надо делать приоритет в сторону животного жира. Это рыба, это оленина. Это то, что способствует гармоничному такому развитию и усваивается именно традиционно на основании тех ферментов, которые выделяет организм из покон веков. Для поддержания здоровья северянам необходимо правильно питаться, включая в свой рацион рыбное меню и северные ягоды, а также продукты, богатые магнием, йодом, клетчаткой и витамином D. Обязательно соблюдать режим питания, не пренебрегать завтраками. Утром, конечно, ребенок должен позавтракать. Нельзя отправлять ребенка в школу без завтрака, потому что после второго урока или после третьего постарше, которые употребляют уже школьный завтрак, а до этого же чем-нибудь, а головной мозг должен ведь иметь питание. Поэтому обязательно ребенок должен быть сыт. Нет, я не говорю, что с полным желудком. Он должен позавтракать, чтобы не было такого и тяжести в желудке, и в то же время, чтобы он не был голоден, чтобы его не отвлекало то, что требует желудок. Он же будет раздражаться, слизистая оболочка, будет выделяться слюна и так далее. Этого не надо допускать. Научно-образовательная конференция для медицинских работников НАУ проводилась в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией округа и Северным государством и медицинским университетом Минздрава России. Ученые намерены участвовать в работе медицинского передвижного отряда в сельских населенных пунктах. На следующий год запланированы совместные с университетом мероприятия в Наринмаре для окружных врачей. Ирина Никешина, Владислав Носкин, телеканал «Север». В детско-юношеском центре «Лидер» после ремонта открыли спортивный зал. Его модернизация завершилась на минувшей неделе и уже в субботу состоялось торжественное открытие. Работы по обновлению спортивного зала в рамках сотрудничества с администрацией региона профинансировала компания «Башнефть-полюс», входящая в группу «НК «Роснефть». Сразу после церемонии открытия стартовал турнир по мини-футболу. Обо всем по порядку в материале выпуска. Одними из первых оценить возможности обновленного спортивного зала смогли юные футболисты. Честь открыть турнир досталась мальчишкам от 8 до 10 лет. Игроки команды Заполярного района, чьи тренировки проходят в Искательской спортивной школе, обратили внимание на яркость напольного покрытия и габариты спортивного зала. Почему нравится? Что хорошее? Ну, потому что оно такое яркое. Тут несколько цветов. А тебе это очень понравится? Ну, потому что тут удобно пирать и ходить. И, можно сказать так, ноги не спутят. Да. Для меня это все новое, мне тут нравится. Хотели бы здесь тренироваться? Да. Напольное покрытие в спортивном зале «Дюдс Летер» имеет международный сертификат Федерации баскетбола «ФИБА», аналогов которого на сегодняшний день в округе нет. Это универсальное синтетическое покрытие, именно мирового класса, профессиональное покрытие, на котором играются и чемпионаты России, и мировые турниры. Это швейцарское производство компании «Коника», «Канепур» покрытие, очень хорошее для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Еще одним подарком от нефтяников для спортсменов и руководства «Дюдс Летер» на открытии стал сертификат на приобретение спортивного инвентаря и снегоуборочной машины. «Помимо напольного покрытия, в основной зал «Дюдс Летер» на средства недропользователей закупили современное оборудование для волейбола и баскетбола. Сетки, стойки, щиты из каленого стекла. Комфортнее стало и зрителям. Простые скамейки заменили на сиденья. По словам руководителя Андрея Федотова, расписание уже составно, группы набираются. Только футболом будут заниматься 110 ребят. Впереди тренировки, игры, соревнования и победы. Ирина Никешина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Губернатор Ненецкого округа сыграл в шашки на ощупь. Накануне глава региона провел неформальной обстановке встречу с активистами окружного общества слепых. В ходе турнира члены регионального отделения общества слепых рассказали Александру Цибульскому о своих проблемах. Чем завершился шашечный турнир и что беспокоит людей с ограниченными возможностями в Ненецком округе в материале Ольги Русул. Шашечный турнир в региональном отделении общества слепых – это форма взаимодействия с властью. На такого рода мероприятия активисты организации приглашают депутатов, городские и районные власти. Представители окружной администрации во главе с губернатором на турнире впервые. Игра проходит практически в равных условиях. На губернатора и его подчиненных одевают темные повязки. На специальных досках с углублениями шашки. Правила традиционные. В таких условиях играть непросто, особенно с непривычки. Явная фора у людей с ограниченными возможностями. В перерывах между партиями собравшись и обсуждают проблемы членов общества слепых, волнуют вопросы доступной среды. Например, оборудование бассейна тактильной плиткой. Возможность вернуть выплату ко дню инвалида. Раньше она составляла 10 тысяч рублей. Но в прошлом году была сокращена вдвое. Вопрос субсидирования авиаперелетов инвалидов. Не все их категории попали в обновленный перечень. То, что мы находимся здесь в подвале, вроде бы и рядом, и хорошо, и местоположение хорошее. Но доступной среды, конечно, подвал есть подвал. И топит нас, и... Ну, немножко неудобно. Вот два года назад у нас было воды, вот так вот было. Вся аппаратура была затоплена. По словам губернатора, вопрос взят на контроль. Теперь во всех новостройках будут планироваться специальные помещения для подобных общественных организаций. Впрочем, некоторые вопросы имеют частный характер, но тоже требуют внимания. И за плитами вырыли яму в колено глубиной, а в этой яме еще яму выкапывали, выкопали. Вот так, что... Не засыпали, Андрей? Под полизой подвали. Ничего не засыпали. Ну, ты смотри, это новая вот эта дорога. Да, да, вот так. Не оставили без внимания собравшиеся и квартирный вопрос. Он также был озвучен членами общества в перерывах между партиями. Сейчас у нас на распределении находятся 24 квартиры, которые в том числе будут предоставлены инвалидам, которые стоят у нас в департаменте на учете. Мы уже до этого еще дом распределили, там также были выделены квартиры. И вот сейчас решение губернатора Александра Анатольевича, что каждому строящемуся доме нам будет предоставлять жилье, которое мы могли бы распределять и получить определенное количество квартир. Кстати, благодаря таким встречам членам общества уже удалось добиться решения некоторых проблем, например, льготного проезда на автобусах, следующих по новому маршруту. Все проблемы так или иначе решаемы, если они не противоречат законодательству. Здесь есть вопросы, которые частного характера, есть вопросы общего, что касается всех инвалидов по зрению. Все они, конечно, у нас сразу ставятся на контроль, сразу выходят мои поручения, и мы стараемся их максимально оперативно решать. Есть вопросы, которые касаются строительства тротуаров в тех местах, где это не очень удобно, но здесь, опять же, я хочу сказать, что там, где неудобно двум-трем людям, мы понимаем, что мы это делаем для безопасности тысяч людей. Поэтому здесь я также честно говорю, что, к сожалению, этот вопрос решен быть не может. Давайте искать какие-то альтернативные вещи. Кроме того, глава региона заверил, что и в дальнейшем будет продолжать тесное сотрудничество с региональным обществом слепых. Продолжение следует...